С миру покрышечки, а ребенку на операцию. В Самаре подхватили акцию, популярную во многих европейских странах. Волонтеры собирают пластиковые крышки и отвозят их на перерабатывающий завод. Там их пускают во вторичную переработку, а сэкономленные средства завод перечисляет в благотворительные фонды на лечение детям. Польза двойная. Помогает не только человеку, но и природе. Проблема мусора, пластика сейчас очень важна. Вы знаете, там целые острова в океане. И вот крышечки, да, это же тоже пластик. Он настолько мелкий, что он зачастую попадает в водоемы, постоянно валяется на улице. И мы решили его собирать и отправлять на переработку. Люди, кто участвуют в этом проекте, они, получается, делают такое двойное добро. Они не только помогают экологии нашей планете, но еще и помогают людям, кому действительно нужна помощь. Самарские волонтеры уже смогли помочь четырем детям. Сейчас собирают средства на лечение больной девочки. Пока в копилке 56 тысяч рублей. Проследить, кому оказывается поддержка, можно в соцсетях проекта. Там активно публикуется вся информация. Екатерина Безрукова в акции и сама участвует, и знакомых привлекла. Говорит, каждый месяц привозит на завод коробки, наполненные крышками. Фонд выбирает, кому помочь, и денежки уходят тому. То есть приятно, что финансово не все могут помочь, а, скажем так, мусором, и в том числе и спасти экологию, я считаю, это очень приятно. Эта крышка, она не где-то гниет, потому что на все эти полигоны увозят весь этот мусор. В любом случае, как бы, хочется, чтобы, ну, вериться, по крайней мере, в то, что на самом деле все будет, как бы, чисто, воздух будет хороший для наших детей, внуков и так далее. То есть мы стремимся к этому. Ну и на данный момент, то есть как бы в будущем, вот, а на данный момент видишь, что на самом деле за это деньги отдаются, помогаются больным, нуждающимся. Присоединиться к проекту может любой желающий. На переработку принимают крышки от бутылок из подмолочных продуктов, лимонадов, а также от пятилитровой тары. Адреса пунктов приемов указаны на экране. Валерия Куценко, Константин Головин, События.